протестую так всем дорого с вами был продолжать пройти круг феникс райта и сатурнии justice for all ну или же гектон сайбан 2 предыдущей серии мы начали проходить дело воссоединение мы сейчас прибыли в деревню украин и скоро начнется спиритический сеанс по заказу вот этого клиента доктора скельпа или склепа как его называть пока что он бродим пока пока сеанс не начался пьемте в террасу так где-то стою не особняк фей террасы ух ты просто сказка а не сад за ним явно ухаживают с любовью а что там такое стоит мусоросжигатель а ну да как то он выделяется на фоне общей идиллии треснутая урна древняя урна в ней хранится прах давно умершего человека наверно у этого примета богатая история но сейчас я не хочу забивать себе этим голову так что пойду дальше небольшой мощность может жить мусоросжигатель наверно таких крохотные деревушки мусоровозы не заезжает поэтому жителям приходится убирать его самим так боковая комната так 19 июня боковая комната говорят это боковая комната видимо здесь обычно отдыхают на полу расстелены матрасы с одеялами и под одним из них кто-то спит не буду мешать а но сделать нечего дойдем и шустрила ну-ка погодь не с тобой подтолковать да бой знакомый говор горелка своим не верю это же сам феникс рай да рова лота хард или же дебри волос я не знаю мне ее по оригинальному что ли ее называть затея называют как я по-японски забил и по ее японское имя знаю но которые я герлтон сайбан провелась не знаю лота мне ее звать ну она просто как асенопис наш как дела твои горимычные год уже не виделись эм а ты дебри волос ээээ эээ лоттагард верно да ладно это я шучу это я так пошутил дебри чего над шевелюрой моей издеваться удумал чья бы корова мучила дебри волос нет нет я вовсе не издевался наоборот хотел сделать комплимент без ты же вы человек мистер райт год назад мои показания могли оправдать твоего дружка ага твои показания чуть не стоили нам нам майлза эджворта но ты похоже уже об этом забыл постойка ты поначалу работала с обвинением и чуть не растерзала нас там на всех частях на все на все части ой нашу что вспомнить что кто прошло поменять тому глаз вон короче повторяю еще раз меня зовут лота хард что больше не забывал ах да точно в общем ты мне тут нет не мешай лады я сделаю из этого ритуал нас из этого ритуал настоящую сенсацию а она еще она местную фото журналист у нас тут а так ты тут снова за этим плане за фотками ну так я так легко не сдаю и знаешь вот увидишь я стану лучшим параномальным фотографом ой что то мы заболтались скоро же начнется ритуал как уже пора пошли скорее зал для медитации они то все пропустим ну чё ты стал как копаны пойдем ну пошли лота хард хоть я и припомнил ее эти времена когда мы были врагами подкаясь мы все же успели дружиться и это самое важное девятнадцатый июня особняк феи зал для медитации мы готовы начинать листик майя дорогой гость прошу проследовать в зал для призыва духов после сеанса сети журналюки на кресто заткнуться раз и навсегда слышите больше ничего про меня не наврать скоро они будут выпрашивать у меня прощения о как я этого жду а вы мистер рай я да да конечно жду не дождусь мистика майя ключ от зала у тебя да вот он замечательно второго такого ключа нет даже смотри чтобы с ним ничего не случилось не волнуйтесь тетушка морган он не потеряется обещаю все готово доктор скей может можно начинать наконец-то вперед все окажется слишком зловеще выглядит этот доктор склеп а доски а вам предлагаю подождать их здесь отведайте пока наш зеленый чай и клубничные пирожные таких больше вы еще не а ну-ка стоп бабуля бабуля а чуть нас то не пущают у вас очень впечатляющий английский мадам где вы его учили чего и на каком из самой глубинки прикатило в самом деле извольте вернуться обратно в эту вашу глубинку и в смысле вы гость деревне курейн если вы отказываетесь читать наши правила обычаи то здесь не место извините ого она даже она даже лоту пристроила не каждый день такую видишь но почему мы видели когда как карма ее мучил спокойно и так давайте подождем хватит пить чай свой как она не как она не бах эй это что сейчас было звук желудок резала для призыва два быстрого даже по страны что простите я же я уже слышал такие звуки там кто-то стреляет клюнуть шевелюрой мая тоже моя открыли ну мистер адвокат есть план какой еще план надо открыть дверь как ключ думает а другого нет даже если вы ломать мисс вей вы же не против что уж нет но есть одно но понимаете это нет времени уже все решил за ремонт заплачу не переживайте ну-ка если стал мужиком райт ломайте двери да от принципе предсказуемо доктор скельп это предсказуемо а лота не смей щелкать фотиком своим она запечатлила что-то это но это было очевидно что он умер я меня убили мая этот человек убил меня поэтому я убила его что да лота нашла время ты чего лучшего момент для фоток не найти а тебе поясни что за жуть тут творится это вообще кто моя скорее уходите я возьму ситуацию под контроль бегите наружу и вызвите полицию но быстрее покажи их ты стало больше хорошо побежали уже бабуя все разрулит но это было но это было точно не мая потому что ну вот вы знаете я вот знаю как выглядит мая спокойно но но по ее форме тела по фигуре я так скажу это точно не мая так это кто-то другой или к тому же это нам а к тому же это видать на дух этой этой медсестры и потому что мы знаем что даже что тело медиума меняется также на тело духа которого она призывает мы это нами и уже уже понял уже увидели так деревня куриенди на стою не мобильный здесь не ловит значит придется звонить в полицию по телефону избудки ну чё там они уже пути славно да вот тебе у вида увидала загадочный феномен она все как на иголках не могу ее винить я и сам до смерти напуган происходящим болтаю слух рай то девчушка мая это ж не она его кукнула так но по невину что это не она ах да лота же не знает что во время сеанса мая приобретает внешность вызванного духа и все же их ведь там внутри было двое значится окормление и больше некому лота что тебе известно о докторе скельпе не так уж много я чутка покопалась репутация у этого дядьки не веселая да мы знаем про его репутацию правда не я слыхал что он хороший врач все такое но личность у него иные тараканы поприятнее будут ну ну да согласен на меня он произвел такое же впечатление он скорее зловещий выглядит как какой-нибудь злой злобный гений тиран местного разлива чуть что сразу орет дурным голосом что на персонал что на пациентов долго на него не проработаешь не проработаешь зуб даю а ты что пыталась уже так предлагаю вернуться а то еще мало ли что они там сделают о мистера мисс фэй как она в плане как мистик мая она вернулась нашли мне удалось разорвать ее контакт с духом я хочу я хочу увидеть пожалуйста но еще очень слабо прошу вас подождать снаружи пока я не станет лучше ладно ждать так ждать полиция на месте известно задержался как опять ты детектив замшу а вы-то откуда в такой глуши да пока до командировки вот так совпадение а приятель так ладно пора смотреть место преступления потом буду всех допрашивать так что никогда не уходить понятненько чего это он так ухмыляется позвольте сопроводить вас на место преступления дать идти в кунжут кунжут вообще-то я гамшу они ушли из зал для призыва духов кажется самое время поговорить с остальными давай придем в террасу может человек который там спит проснулся так упаковая комната тут больше никого нет вам типа нужна помощь а то есть сейчас же типа все начнется да что начнется ну типа сеанс сеанс а вы про это не понимаете тут кое-что произошло что я типа не догоняю она у нее что с интеллектом проблемы здесь произошло убийство но поводов для паники нет не переживайте типа тут кого-то убили да да именно так ой ничего себе это же типа я даже не могу слов подобрать типа полный отстой богатый словарный запас ой простите я забыла типа представиться меня зовут и не и не к и не к и не к так мне интересно участвовать вот ну-ка мне теперь я посмотрел ее зовут и ними и не мини или а или и не майни в английском и произносится почему они меняют их я не понимаю никто реально полуценно не может что ли сделать русификатор добрые люди здесь по на цен нормальный перевод чтобы именно все персонажи все имена на английской версии перешли в русский язык я удивляюсь как они феникса райт они назвали там феникс правильно так ночью я наверно буду звать ее и и не мини 0 и не майни и не майни наверно лучше буду звать пабы и не кстати а или чтобы эти море там я сестра вроде как назвала в к цене но в первой к цене назвала ее имя и не я студентка приехал изучать парапсихологию про психологию по моему это называют оккультизмом или типа того ну там спиритизм медиумы всякие там экстрасенсы вот это вот все список странных личностей продолжает расти а я феникс райт юрист так зачем сюда приехали ну типа я рассказала доку про деревню он спрашивал не знаю ли я типа хороших медиумов кажется доктор скельп что-то такое говорил я типа спец по общению с умершими и всякой такой шняги ясно а почему вы тогда легли тут спать я мне типа поплохело что у меня типа аллергия на кунжут кунжут наверное он был в каком-то из блюд на обед ох не позавидуешь от этого мне стало плохо и я типа ушла спать и столько продрыхла что все пропустила значит вы все это время здесь спали ушла прямо после обеда то есть вы ничего не знаете про убийство чего а убийство не я типа вообще не в курсе кого там убили хирурга по просьбе которого вызвали духа его звали фаус скельп что-то она спокойно реагировала доктор скельп был вашим знакомым верно опа опа опачки не знаю никаких скельпий серьезно вы же сами мне о нем рассказывали кто я но типа когда-то давно я лечилась у него в клинике вот такое чувство что она что-то скрывает может показать можно нет нельзя ладно не хочешь говорить но и иди отсюда сам как-нибудь разберусь так собняк не души как обычно о перфей ай о о привет как твои дела тебя зовут тебя зовут пророл верно молчи значит а что-то не в руках выглядит знакомо но ээм 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 эээ эээ и чо да что не так ей запретили играть с острыми предметами ее напугала моя прическа и да но я так напугала она пойдем в зал осовняк полицейский осматривает место преступления но я нигде не вижу мая нельзя детектив я должен с вами поговорить неужели не понимаете слушай не стри на меня так я ж не бесчувственный пень ладно приятель так и быть отвечу на пару вопросов так окей хотел спросить про мая не хочу расстраивать приятель но убить доктора скейли помогла могла только она как ни крути в конце было только два человека мая и погибший но мая же погрем они позже приятель сейчас надо закончить сбор улик детектив гамшу сейчас прямо вылитый профессионал правда в лице все же проглядывается привычная непосредственно значит доктор скейлипа застрелили из револьвера в него стреляли в него стреляли да пуля попала в лоб но мы мощно если удар вкует ножом ножом скорее всего сначала его удалили ножом а потом выстрелили в лоб давайте изучим пока место а ну-ка стой приятель без моего разрешения ничего не трогать так я не трогаю я посмотрю слушай лучше перебдеть чем недобдеть похоже эту комнату получи получится осмотреть только позже ну-ка мне интересно а тут ничего нету ладно не знаю куда мне сейчас пойти места видать много а сюда убить зашел прямо за дверью тут угодно испугается до полусмерти лота я слишком много чтобы умирать а ты чё пугаешься это яд пугаю да я сейчас чуть не посидела не видно хорошо что что меня так просто и пронять а то было бы лучше одним тупо а то было бы одним тупаком больше да не было бы есть какие-нибудь мысли да не кажется нет но разве что чего да кишка у меня тонка для такого вот чего в смысле проклятие проклятие призраки и вся прочая нечисть для меня это слишком что значит слишком да слишком странно в смысле страшно быть оккультным фотографом ну и эту мистику будет лучше селебри ну и эту мистику буду лучше селебрити фоткать решила пойти по более безопасной дороге больше гламура меньше крови что ах да вспомнила что вспомнила мне что нужно сделать пару шикарных фоток что ты что тоже забыл я сделал пару фоток вместо преступления блин точно же целых две убийство в мире духов как звучит а настоящая сенсация лота извиняй но моя же близкая чуйка меня просто переполняет потом еще потолкуем у меня все горит с этим копом покажу сенсацию века и она убежала даже не знаю кто страшнее лота или духи и почему я вдруг госпитал остра чувствует дежавю да потому что именно такое происходило в прощальном деле причем не постоянно на серии феникса райта когда я снимаю мне постоянно как у меня очень часто кашель образуется опять слишком много мы гуляем о мадам вы как раз вовремя а по какому поводу типа шума прошу вашего внимания вы тоже служа приятель у меня тут важная информация короче сюда по всему судя по всему расследование затягивается причем довольно основательно не самые приятные новости но ничего не поделаешь предлагаю всем переждать ночь под крышей особняка фэй а спасибо какой ужас не думал что этот день закончится вот так полиция задержала мая узла в участок а меня ждет бессонная ночь все 20 июня следующий день уже утро видимо я все-таки задремал надеюсь майя порядке нас поскорее к ней в следственный изолятор кстати я два часа ездить что следственный изолятор ник ник я мая что вы теперь делать я даже подумать не могла что все так вот обернется майя поставь успокоиться сделал глубокий вдох и как будто попал в прошлое в тот момент когда мы с мая впервые встретились ведь все началось именно здесь в следственном изоляторе мы мы наконец-то снова увиделись и ты ни в чем не виновата это было не ты нет это это я это было я это я его убила но это было не ты неважно всем же успехом могла быть и я и было слишком слабо и потеряла контроль над призванным духом и потом я еще не успел толком ознакомиться с делом но никто не обязан меня утешать не надо я все понимаю блин жалко конечно все мы вернулись к тому же опять же 2 2 дело в этой игре и в прошлой игре мы защищаем мою значит и теперь мастер кураньской школ школа спиритисма или что-то в этом роде ну по сути сейчас этот титул носит моя мама но так как он передается от матери к дочери ты когда-нибудь я и я им стану знаешь многие говорят что общаться с духами невозможно и что все это мистификация ну ты же нас веришь да да потому собственными глазами видел как это происходит когда мая вызывает дух умершего у нее меняется не только голос но и даже лицо и телосложение такое всегда происходит во время сеанса и вчерашний день не стал исключением доктор скей говорил что хотел вызвать дух медсестры получается телом а и приняло ее физические черты что именно произошло в зале для призыва духов мы с доктором скейпом вошли в зал я заперла дверь и села рядом с ним так мы закрыли глаза и я начала ритуал звучит довольно жутко словно начало какой-то уж что он начал какой-то страшилки это все что я запомнила как так когда мое тело ходит дух я теряю себя как будто падаю в обморок и больше ты ничего не помнишь когда очнулась меня уже держала тетя и увидела кровь все одежда была в крови пока я вспомнила мне что-то приснилось приснилось интересно что себе приснилось когда ты призвала духа я не очень хорошо запомнила будто бы будто я умерла и меня положили в гроб и закопали я не могла пошевелиться ничего не могла сделать казалось что я вот-вот задохнуть и потом я проснулась и я понял даже не знаю что на это сказать еще там пахло чем-то знакомым под землей да не могу сказать точно чтобы за запах но я уже где-то ты его чувствовала думаю на данный момент пока все мая я еще к тебе зайду а пока меня не будет прошу подготовь документ хорошо что какой документ в котором ты просишь чтобы я защищал тебя в суде разумеется ну что-то не так ты серьезно плане же виновны и убийца приговор еще никто не не вынес не вынес но это было я ник я убил его своими же руками мая прошу не надо бесполезно если будешь меня защищать то проиграешь я уверена пожалуйста хватит помоги ник помоги мне страшно не бойся я тебя не брошу когда состоится суд говорят уже завтра ну как всегда подготовиться мне никто не даст понятно ну ладно я пойду постой а это украшение называется магатама это волшебный амулет который всегда оберегал меня от зла отдай его мили уверен она может наделить его духовными силами чтобы он охранял и тебя магатама май погнали ну все официально наш клиент идем спасать мая как говорится я должен доказать что моя не виновна иначе ей конец а для этого надо выяснить что здесь вчера произошло но нам для начала полагаю надо найти мили то есть пирал вот я уже забыл что я должен был ее перл называть тут тренируются все медиумы от мала до велика включая начинающих таких как мая но сегодня здесь не души скорее всего из-за вчерашнего убийства войска кулки изучить так 20 так особняк так террас малютки пирал сегодня тут нет может она на учебе не знаю о коробка откуда коробка боковая комната ой приветики помню вы сюда типа вчера приходили вы же этот как его дантист какой дантист феникс райт дантист вы представляете эту картину такими шипами такие шипованные волосы он или что ли зубы лечат не не нет я адвокат точняк реникс райт да ты еще аппендикс райт его реникс файт а файт ты еще наживи его аппендикс зайд назови его реникс файт райт реникса стоп то есть не реникс а феникс реникс райд ага значит мистер феникс файт я тебе почти угадала ладно сдаюсь скрыть а почему вы здесь я же типа изучаю эту как ее парапсихологию в колледже и да да мы вчера поэтому же рассказывали и про аллергию на кунжут тоже я хотел узнать почему вы до тех пор не уехали а сюда а все дошло мы сразу типа так и сказали простите виноват не не все но теперь реально да это все что вы хотели сказать о чем мы типа то этого говорили вот где лото нужно искать загадочный феномен вопросы те же не знаю давайте опять поговорим итак почему до сих пор не покинули деревню мне еще есть типа что здесь изучить например ну типа как медиумы тренируются на следу духовной силу ну да пожалуй только тут о таком и можно узнать поэтому я попросила типа остаться здесь еще на денек не знаю что там творится блин чё я читаю как я читаю не знаю что там творится у него в голове но с виду я ничего не предъявишь что вы знаете об убийстве ну это типа ну вообще сказал она продолжая беззаботно улыбаться может у вас вас же есть что сказать по этому поводу по моему она выпала из реальности не хочет подать обратно я бы хотел поговорить с вами о докторе скельпе не знаю о ком вы стоп вы же типа и вчера меня не спрашивали верно я хорошо помню ее реакцию доктор скельп был доктор скельп был вашим знакомым верно не знаю никаких скельпий серьезно вы же сами мне о нем рассказывали кто я ну типа когда-то давно я лечилась у него в клинике вот такое чувство что она что-то скрывает а что типа не так начусь не болтать блин вот это меня интересует а откуда взялся этот ящик больше ночи его здесь не было а вот такие крайне хотят одежду хотя для этого он слишком большой внутри ничего нет кроме пары сложных костюмов для медиумов для медиумов болин какой разговаривать терраса давайте сюда астак зал для призыва похоже на тактива гамшу сегодня нет как раз могу все тут осмотреть может даже на эту парочку в люкис повезет а нет еще тут она у мистера доброе утро я собираюсь навестить мистик майя передать ей гостинцев чтобы подбодрить мои фирменные клубничные пирожные и невероятно горький зеленый чай думаю моя очень обрадуется молодой человек ее зовут мистик майя ух до чего жуткая до чего жуткая тетя ох как у меня болит за нее сердце мы спорил всю ночь не могли унять слез в первую очередь надо осмотреть место преступления но задать ей пару вопросов тоже помешает давайте при начале поговорим а потом изучим я бы хотел поговорить с вами о том что вчера случилось ужасная трагедия этот человек убил меня поэтому я убила его мая скорее уходите я возьму ситуацию под контроль бегите наружу и вызовите полицию чтобы что было после этого как мы ушли что ж сначала я не слою мистик майя удар по голове чтобы она потеряла сознание верно затем я разорвал ее связь с духом это какая-то особая техника да дух погибшей находился в теле мистик майя применив и применив эту технику я помогла душе медсестры вернуться в свой мир интересно примут ли вообще в суде подобные показания да думаю нет хотя было ли подобное что-то а в деле deal 6 все они йоги было что-то подобное связано ну не не прям подобное но все равно а можете побольше рассказать про зал для призыва духов его предназначение как раз то чтобы не допускать подобных случаев в каком смысле если неопытный медиум призвёт особо сильную душу там может разлиться и сбунтоваться как это случилось вчера сбунтоваться сознание и душа медиума временно уступают место призванному духу и мы с вами дух умершего атистично контролирует тело того кто его призвал но это же очень опасно опытный медиум может с легкостью починить себе духа но то есть мистик майя это был ее первый сеанс поэтому она стала то чтобы запереть дверь он даже не подумал что это дверь под что это подвергнет опасности жизнь самого клиента хотя бы наши реликвии остались целости и сохранности какие реликвии видите символы на ширме это священные и письменно курейн наряду со священной урной они являют особые они являют собой величайшие сокровища нашей деревни если бы с урной или письменными или письменами что-то случилось ох не дурно лишь от одной мысли такое ощущение будто ее широ беспокоит больше всего а это нужно просто какой-то ветхий хлам и как сегодня мистер Райт м-да Перл мое самое ценное сокровище ее духовная сила даже мощнее чем у мистик майи под стать величайшим мастерам очень впечатляет и женщины из побочных ветвей семьи всегда считали себе медиумами второго суха но Перл совсем другая ее духовная сила невероятно даже по меркам главной ветви они исключительно медиумы гордость нашей семейной линии ого вот это вот это назовелось как бы то ни было наши миры слишком сильно отличаются и на этом пожалуй вам лучше прекратить в каком смысле прекратить ну а слишком вот она слишком что-то наглеет пол я прям даже уверен что она что-то что это она злая что это она все устроила потому что отправлять она так так для того чтобы защищать майю она говорит что у Перл Фей намного сильнее духовные эти спиритические силы чем у майи так причем так сказала будто бы ей пофиг на майю слишком уж странно так давайте изучим за ширмой есть немного места свет от свечей туда сюда уже не достает так что тут очень темно надеюсь там никто не справился очень красивая дорогая с виду ширма а еще довольно старая вся исписана священными символами но мне следует угадать об их смысле а тут какое-то отверстие а что если это пули ага что ж полагаю мне пора вас покинуть конечно передавайте майя от меня привет кому простите ой то есть мистик майя хорошо передам кх кх фух идемте отсюда что надо делать а опа что-то затриггерилось затриггерилось а а ты меня напугала как у тебя дела кажется она не настроена на беседу и у нее опять что-то в руках видимо тот же тот же предмет что и вчера кхм кхм вот блин чё не так так давайте покажем ей магатаму а ах да майя просила тебе передать а а все вторая половинка что кхм кхм вторая половинка майя что реально о ху ху кхм о а а что так а а а а сейчас дружелюбно, ну то блин, что? Я здесь там, это Майя ей все рассказала, что вторая, что Феникс, вторая половинка, что? Значит, это Магатала Мистик Май, одна из важнейших реликвий нашей деревни. Обещайте, что хорошо, позаботьтесь о ней. Обещаю. Неужели никто не против, что я буду носить в кармане такое бесценное сокровище? Значит, это так, это уже было. Ты же дружишь с Майей, верно? Да, я очень уважаю ее и ценю нашу дружбу. Когда я вырасту, то хочу быть как Мистик Майя, она во всем для меня пример. О, я не знал, что Майя здесь так, почитает. Знаете, обычно, когда ее просто зовут Майя, меня это сильно обижает. Ой, прости. Но вам можно, Мистер Ник. Потому что вы, вы ее вторая половинка. Да с какого потолка она это вообще взяла? Кстати, простите за группу вопрос, но из какой вы школы медиумов? Школы медиумов? Да, я, например, изучаю технику курейн. А, ты об этом. Не-не, ты все не так поняла. Я адвокат. Адвокат? Ага. А они как-то связаны с медиумами? Ну, в колледже нам точно об этом не рассказывали. Постойко, ты что, не знаешь, кто такие адвокаты? Нет, не знаю. Простите. Кажется, Майя говорила, что что Перл почти ничего не знает о внешнем мире. Скажи, а что там у тебя в руках? Ой, это я вчера нашла. Не сходите, могу отдать. Ну, раз ты так сильно хочешь мне его отдать. Хе-хе, мистер Ник, вы совсем как ребенок в магазине игрушек. Она даже смеется вежливо. Мистер Ник. Да, Перл, я же могу тебя так называть, просто ты слишком... Блин, ну, для Перла, в общем. Ну, конечно, мистер Ник. А вы уверены, что он мне может забрать Магатаму? Да, не переживай. Майя сказала отдать ее тебе. Но я не могу принять такой подарок. Лучше заряжу ее духовной энергией. Энергией? Вот, возьмите. Думаю, она вам очень пригодится. В каком смысле? Магатама откроет вам чужие тайны. Откроет тайны? Да. Если вы не против, я бы хотел с вами немного погулять. Может, мы встретим человека, который что-то скрывает, и вы все поймете, я знаю одного человека, который что-то скрывает. Еще раз здравствуйте. Что-то мы часто сегодня с вами пересекаемся. Ой, какая милашечка. Ваша, типа, дочка? Что? Нет. Неужели я тяну на тридцатник? Всего тут 25 лет Фениксу здесь. Ну-ка, я хочу поговорить с вами об убитом, доктор Скельпель. Я, типа, ничего о нем не знаю. Мистер Ник, вы же его видите? Замок на душе этого человека. Стоп, что? В этом заключается сила Магатамы. Только с ней вы видите эти психологические замки, мистер Ник. Психологические замки? Чем сильнее человек хочет защитить свой секрет, тем больше замков вы увидите. Если замок всего один, значит его несложно открыть. Открыть? Но как? Для этого нужно использовать Магатаму Мистик Майи. Понятия не имею, о чем она, но попробовать стоит. Будь осторожным, мистер Ник. Допустив ошибку, вы навредите себе. Если не уверены, что собрали все улики, то лучше отступите. Вот удивляюсь. Она не знает, кто такие адвокаты, но при этом знает, что такое улики. Ну, была не была. Попробую открыть этот замок. Ну, не знаю. Давайте попробуем в следующей серии.